Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава ВАИКАШ и, как всегда, в воскресенье на рассказ. Однажды хозяева поставили хозяева фермы в хлевую мышеловку, чтобы поймать мышь. Мышь увидела, испугалась, говорит, курицы, овцы и корови, которые жили там же. Говорит, помогите, наступите там или поломать мне. Те говорят, это не наше дело, к нам не имеет отношения. Но случилось так, что мышеловка прищемила хвост змее, которая заползла воровать яйца. Змея, в свою очередь, укусила хозяина фермера, пришедшего доить корову. Когда женщине стало плохо, приготовили суп из курицы. Потом зарезали отцу, чтобы нырмить приехавших там проведать. А потом пришлось уже, так как укус был смертельный, на поменке еще и корову зарезать. Мораль здесь очень простая. Многие вещи кажутся нам в этом мире отдаленными, несущественными. Но развиваясь, они приводят в движение другие неожиданные механизмы. На чужом горе не построясь счастья. Никогда. Никогда. И в жизни нет таких сфер, которые не имели бы к нам отношения. Мир круглый. И сей добро, и все будет хорошо. Вот о добре и благодарности я расскажу историю. Она произошла в Хевроне. Хеврон был Хананель, солдат армии обороны Израиля. Ну, шел по городу, выскочил террорист, выстрелил в упор и скрылся. Обычно в этом месте не так часто солдаты или евреи вообще их там боятся. Там турористы сплошные. Ну, в это время солдат, который услышал, да, какое-то чудо произошло. Недалеко от этого места побежал, увидел раненого, оказал ему помощь, остановил, вызвал вертолет. Короче, спасли, отвез в больницу с ним, спасли его. И все сказали врачи, что если бы не он, то шансов бы не было. А семья Хананеля проживала в городе Кириат-Малахи. У них был небольшой продуктовый магазин. И они вывесили такую табличку, что вот произошло с их сыном такое, благодарность Всевышнему за спасение и просьбу найти того, кто был солдатом, спасшим их. Все, прошло полтора года. И вот одна женщина вошла в магазин и вдруг говорит, это мой сын спас вашего сына. И она рассказала пораженным родителям, что примерно полтора года назад ее сын пришел домой на побывку из армии. И рассказал, как он спас опасно раненого солдата. Я поехал с ним в больницу. Была очень чудесная встреча этих двух матерей, но это не весь финал. Женщина попросила ее, пока не позвала, и в другую комнату давайте вышли. Говорит, мы с вами встречаемся не первый раз. Я была в этом магазине 20 лет назад. Женщина не понимает, что имеет в виду покупательница. Она сказала, 20 лет назад я была в этом городе, зашла в этот магазин что-то купить. Я была беременная. Мы разговаривали с тобой, и рассказала о проблемах, связанных с моим состоянием. Решила сделать аборт. Услышала об этом, отложила торговлю, разговаривала со мной с сильной энергией почти 2 часа. Ты рассказывала, что ничего не дается легко, что это... Мы говорили, я согласилась, я согласилась, и я родила сына. И вот этот мой сын, которого я родила благодаря тебе, спас вашего сына через 20 лет. Всевышний отплатил вам добром только за совет, за добрые слова, которые вы мне сказали 20 лет назад. Понимаете? И так всегда закручивается спираль нашей жизни. Мы просто не все это видим. Знаете, как мальчик вышел в первый раз в жизни с папой возле города, крикнул тут, а-а-а-а, там... Он говорит, папа, что это? Ну это эхо. Но на самом деле это жизнь. Тебе отвечают тем же, что ты сказал или сделал твою жизнь, отражение твоих поступков. Нам надо запомнить важнейшую вещь. Благодарность – это верный способ привлечь в свою жизнь добро. Больше привлечь в свою добро. Ты дышишь – будь благодарен за то, что у тебя есть возможность. У тебя есть глаза, руки. Скажи спасибо хозяину, что ты можешь видеть этот свет, что ты можешь слышать звуки природы, человеческого голоса. Нужна благодарность. Благодари за все, что тебя окружает. Не сосредотачивайся на том, чего тебе не хватает. Благодари за то, что у тебя уже есть. И самое главное, сказали мудрецы, чтобы наше сердце было наполнено благодарностью. Тогда мир будет другой. Тогда будут вот такие чудесные повороты жизни, которые мы даже не ожидаем. Брахава Ацлаха, хорошей недели.